всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре долгожданная гарнитура от компании steel series модели cyberia v3 как вы видите у меня белое исполнение этих наушников в продаже еще присутствует черный вариант розничная цена в москве составляет примерно 6-7 тысяч рублей даже с нашим нестабильным курсом это достаточно ощутимая сумма и сразу я хочу ответить на три главных вопроса которые у меня обязательно кто-нибудь да спросит даже посмотрев это видео во первых в продаже имеются только аналоговые стерео гарнитуры то есть в комплекте ними не идет звуковая карта которая запитывается через юсб также здесь нету встроенного чипа и это реально аналоговая гарнитура запитать вы ее сможете только через встроенную звуковую звуковой чип либо через дискретное звуковое решение далее подсветки у этой гарнитуры нету потому что для подсветки нужно определенное питание а здесь все только за счет джека поэтому смиритесь и забудьте свои фантазии о том как вы эротично играете в ночи а ваши ушки светятся такого пока не будет и цвета цветов доступны лишь белый и черный естественно со временем все будет решаться каждый пункт сайберия накрутит выпустит красные черные желтые выпустит дополнительную звуковую карточку выпустит гарнитуру с подсветкой все это будет но компания steel series достаточно умна и умеет наживаться на нашем подрастающем поколении будут продаваться наушники бэушные будут покупаться новые сайберии просто потому что они светятся вот вот маркетинг маркетинг наше все теперь приступаем первая часть нашего обзора будет посвящена техническим характеристикам и эстетически стара эстетической стороне вопроса и так вот вы купили наушники приходите домой происходит распаковка и что вас ожидает помимо самой гарнитуры что мы видим основной кабель этой гарнитуры заканчивается 4 пиновым 3 с половиной миллиметровым джеком для чего это нужно для смартфонов планшетов новых ноутбуков и всяких разных приставок типа playstation 4 и xbox one я если честно не знаю какой в xbox one там какой штекер если он там вообще но для playstation 4 он точно подходит если всего этого изобилия у вас нету ком в комплекте вас ожидает вот такой вот удлинитель тире переходничок присоединяем очень хорошая фиксация случайных разъединений не будет он нехило так удлиняет основной провод и заканчивается двумя трех с половиной миллиметровыми джеками уже классическими для микрофона и для стерео сигнал теперь переходим к самим ушам что это такое это очень легкая хрень сделаны из пластика и кожи заменителя как я его называю кожи молодого дермантина окантовка чашек у нас сделано из белого матового пластика что хорошо потому что если бы это был глянец от лежания на поверхности всякие бы затертости образовывались здесь они конечно будут образовываться но и будет менее видно далее сами чашечки у нас выполнены из глянцевого пластика белого опять же эта сеточка декоративная у нас сделано из матового серого пластика амбушюры и вот этот вот подвес оголовье у нас из кожи молодого дермантина оголовье имеет строение такое же как в сайберии в 2 однако с особенностями определенными о которых будет рассказано во второй части видео и все это как обычно крепится двумя вот такими вот дужками чем-то напоминает мне а кг мои любимые в этих дужках спрятаны металлические скобы и они обтянуты каким-то полимером очень мягким чем-то похоже на кабель от мышей компании zoe в комплекте не идут никакие сменные амбушюры я не знаю снимаются ли они но судя по креплениям они должны сниматься и как-то это происходит опять же никакой подсветки здесь нету крепление чашек только в одно в одной оси движения возможны как достигается плотное прилегание голове вот за счет как раз вот этой дужки из двух скоб они обеспечивают вот это самое движение и хороший прижим к вашей голове на левой чашечке у нас имеется включение выкручи выключение микрофона никаких шаттлов управления громкости здесь опять же не предусмотрены и в левой же чашки у нас выдвижной микрофон ну в общем стандартно единственное что здесь он уже в белой такой тоже полимерной оплёточки без всякой индикации включенным или не включен вы не знаете однако он неплохо гнется при этом болтается и хорошо заходит обратно с характерным щелчком больше никаких здесь управленческих функций мы не увидели и на самом деле качество сборки какое здесь все достаточно неплохо однако везде присутствуют какие-то щели а в самом вот этом вот ползунке включения выключения микрофона присутствует везде щель везде щели какой-то китайский продукт ощущение вот я держу их в руках не создается вот это вот премиум какого-то продукта стоящие 7000 рублей вообще ничего никак никак и не почему вот вы можете еще раз на них посмотреть вот у нас круглые амбушюры из мягкой эко кожи внутренность у нас тоже здесь вы видите строчка и тоже здесь кожа они полностью кожаные ну опять имеется ввиду эко кожи и сразу забегая вперед говорю что здесь уши потеют в общем вот так они выглядят а еще один момент видите так оголовье и коронную надпись steel series хочу сказать что краска может быть даже это не краска какой-то полимер в стиле вот этого но факт остается фактом это не выштамплана и не накрашена это какая-то это какие-то буквы из полимера наклеены на кожу молодого дермантина то есть если в комнате будет сухая повышенная температура и используя срок использования этих ушей будет превышать год или полтора мне кажется да даже сейчас их можно поддеть и сковырнуть отодрать а тогда это будет рассыхаться и растрескиваться на мой взгляд в общем это что-то с чем-то ребята дал легкие дал узнаваемый силуэт сибири но на этом все переходим ко второй части видео вторая часть видео в которой мы поговорим об эксплуатации уже этих наушников сайберия в 3 и и сразу посмотрим как они сидят на моей достаточно немаленькой голове вроде все скажете классно эстетично не слишком заметно но вполне себе стильно да но ситуация повторяется как с сайберия элит эти наушники давят мне дико на макушку и если у вас голова больше моей хоть и такие люди реально встречаются то эти наушники сразу не для вас из первое что приходит в голову аудитория этих наушников скорее всего подростки или люди с небольшими габаритами далее амбушюры амбушюры приятные мягонькие но во первых а здесь потеют уши в них я вот сижу в комнате у нее запотели уши уже реально конкретно и б такое ощущение что внутренний диаметр амбушюр стал меньше чем сайберия в 2 я сначала не поверил что-то здесь не так пригласил жену сказал одевай и описывая ощущение она говорит давит на уши я не знаю с чем это связано но такое ощущение что да если не чашка то внутренний диаметр амбушюр он изменился в меньшую сторону и поэтому мне сейчас давит на верхнюю часть уха и на мочку поэтому я сидел и вчера и сегодня три часа и анализировал свои ощущения ведь не может же такого быть однако как оказалось может давят на макушку давят на уши это наушники однозначно не для меня так еще и потею и изоляция звукоизоляция вот я сейчас говорю на компьютере сейчас ничего не проигрывается и я себя прекрасно слышу могу могу контролировать в каких-то таких пределах да я эти косноязычен контролировать свою речь но если человек станет в начале комнаты около двери все равно я буду услышать единственное что более-менее хорошо звуки наружу не слишком проходит однако это не то утешение которые и ощущение которые хотят геймеры теперь поговорим о микрофоне и будет сейчас щелчок пальцев и вы услышите две вариации на реалтеке и на дискретной звуковой звуковой карте запись микрофона гарнитуры сайберия в 3 через дискретную звуковую карту asus ксанара стоит 2 раз два три раз два три раз два три 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет пиф-пафой полные штаны говно запись микрофона гарнитуры сайберия в 3 через встроенную звуковую карту на материнке asus ram page 4 стопроцентная громкость 20 децибел усиления 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник убегает прямо зайчика стреляет и так вы все прекрасно слышали что сказать микрофон если честно разочаровал и в том и в другом случае присутствуют определенные шумы голос не объемный он такой плосковатый с преобладанием высоких и средних частот нету такой вот приятного тембра однако четкий нельзя сказать его эталонным я даже назову его даже чуть ниже среднего однако он вполне понятный и разборчивый для skype а для наверно пострелушек в кс вполне себе хватит но микрофон если честно не очень хотя я могу быть не прав это мое субъективное опять-таки восприятие и самое главное звук в музыке и звук в играх и вообще описание звука ребята честно я не ожидал такого от сайберии в 3 я прогонял его на тракте на своем прогонял на ст x2 и что я получил что мы получили в конечном итоге от звучания вот новых сайберий это что-то среднее между сайберия в 2 и кракенами причем не лучшее оттуда и оттуда это как бы худшее оттуда и оттуда то есть мы красочная черта вот это вот основная черта в 2 были высокие и средние частоты теперь они здесь забиты и даже если в кракенах бас как бы когда он работал он забивал присутствовала бочка когда бас отсутствовал да еще куда не шло до проклевывалась такие относительно хорошие высокие средние частоты здесь же они априори урезаны даже в отсутствие баса сцена дико уменьшена ой это просто кошмар и в любой композиции есть там бас нет там баса бочка в как в той или иной степени присутствует это урезание детальности потому что порезаны средние и верхние частоты и бас и он добавлен такой гулки не быстрый и я даже не знаю это если некоторые наушники так можно назвать в чем-то среднем между кракенами и сайберией в лучшей стороны то тут похоже просто вообще капец мне абсолютно не понравилось все тебе нет присутствия того что вокруг тебя нет присутствия в комнате нет присутствия в концертном зале нет вообще никакого присутствия такое ощущение что все звуки идут тебе в уши но это наверное то что спасло сайбери в 3 в играх и честно мне они симпатичны в играх до бочка образность однако она создает такое интересное ощущение когда все все звуки тебе точно в ухо поступает это будь то шажки или не шажки или взрывы да все это качество такого специфического гулка вода но звуки от тебя не убегают не скрываются и так далее и тому подобное а саундтрек в играх обычно он достаточно просто просто на инструментарий и на детальность то есть взрывы там вертолет там еще что водичка плещется да и все там и танк и граната где-то зарвалась а вот вот все что нужно переработать этим ушам и здесь конечно сайбери честно мне немножко понравилось нельзя сказать что ты досконально читаешь все вокруг однако информация которая поступает тебе в уши который не ускользает из-за вот это вот очень маленькой по объему площади вот это пространственной характеристики вокруг тебя все равно все звуки идут тебе в уши и вот здесь вот это наверное единственный момент когда мне сайбери в 3 оказались симпатичны в остальном в остальном я не знаю вот смотрите я специально их положил и слушал это призмы и от призмы это сайберия а сайберия в 3 это что-то среднее между кракенами и сайберия в 2 честно я такого не ожидал тем более за 6-7 тысяч рублей максимум что хотим максимум для чего их можно купить это по стрелушке и такой небольшой трендеж в skype по сравнению с в 2 это не доработка а ухудшение решайте сами дорогие друзья вы все прекрасно слышали можете сходить послушать я отвечаю за свои слова всем спасибо за внимание и пока а